Итак, что нам с вами нужно знать? Есть у меня такой специальный слайд, и если вы меня слышите, то, в общем-то, можете его не разглядывать, а вот если не слышите, хотя бесполезно об этом говорить, но здесь есть инструкция, что делать. Вот, однако, если вы меня слышите, это означает, что у нас с подключением все с вами хорошо, и я прошу вас в закладочке questions, которая, собственно, изображена на экране, она может отличаться по цвету, но в целом она примерно так и выглядит, написать мне что-нибудь хорошее о том, что вы меня слышите и видите мой экран. Можно плюсик поставить, окей, там, ну, что-нибудь. Я буду понимать, что у меня с трансляцией все окей, хотя система мне на самом деле показывает, что вот сейчас с нами 28 человек, и у всех, в общем-то, идет трансляция, система умная, она показывает, что если будет какая-то проблема, она мне обязательно сообщит об этом. Так, спасибо. Спасибо за сообщение. И еще один момент. Нужно нам с вами, прежде чем мы перейдем к маленькому соцопросу, пройтись по программе вебинара. Так, у нас сегодня программа небольшая, всего два доклада, но от этого они не становятся неинтересными. О, я смотрю, мне пишут, что очень тихо. Алексей, вы знаете, у меня вот шкала микрофона показывает, что громкость прям чуть ли не на максимуме. Попробуйте сделать погромче со своей стороны, потому что у меня, боюсь, просто громче сделать некуда. Я сейчас, конечно, попробую, однако что-то мне подсказывает, что, да, громкость сильно не изменится. Итак, что у нас сегодня в программе? В программе два доклада. Первый доклад мой про саму платформу, про продукт от 1S Bittrex. Это платформа для создания мобильных приложений. Она, в общем, так и называется, 1S Bittrex мобильное приложение. И я пока стараюсь показать, рассказать, что это такое, как оно работает, как можно, по крайней мере, начать делать свое мобильное приложение для интернет-магазина. Ну и, в общем-то, не только. И после меня, да, мой доклад займет примерно час времени. Я надеюсь, что даже придется чуть покороче, но обычно возникает довольно много вопросов, на которые мне приходится отвечать, что я делаю с удовольствием. И, в общем, где-то около часа занимает. После меня Антон Костин и Антон Цевменко расскажут, вот, собственно говоря, уже какие-то более прикладные вещи, практичные, и как повысить продажи, и, собственно, создание, разница между нативными и нашими гибридными элементами, но об этом все детальней. Ну и, в общем, самое важное, что кейсы создания мобильного приложения тоже будет очень интересно. Несколько кейсов покажу и я в рамках презентации, но, в общем, будет интересно. Так, сейчас еще посмотрим. Ну вот, видите, Алексей, вам не видно других вопросов, но вот другие слушатели сообщают, что с громкостью все нормально. Так что, видимо, у вас может быть слабоватой колонки. Попробуйте взять наушники, ну или что-нибудь в этом духе. Большего я, к сожалению, сделать не могу. Так, ну что ж, возвращаюсь к презентации, и вот у меня к вам такой вопрос. Это для того, чтобы сделать утреннюю зарядку и размять пальчики. Напишите мне, пожалуйста, в вопросиках сферу вашего бизнеса. Я поясню, зачем это нужно. Это для меня очень интересно. Какие сферы интересуются разработкой мобильного приложения? Потому что это может влиять, я надеюсь, что будет влиять на то, как мы развиваем наш продукт, наше мобильное приложение, какие нужны там фишки и так далее. То есть это все хорошо бы понимать. Возможно, я в процессе вебинара вас еще немножко поспрашиваю на эту тему. В общем, смело пишите, из какой сферы бизнеса, и можете там кратко написать, если не лениво, какие задачи вы перед собой ставите, раздумывая о том, выпустить ли мобильное приложение или нет. А пока вы пишите, я немножко вам расскажу про аналитику, вообще про рынок. Есть замечательная компания, называется Data Insight. Ее вождь, скажем так, Федор Вирин, который очень активно занимается различными исследованиями всего, что касается интернета. Он много исследует интернет-торговлю. Это, наверное, его основной профиль. И довольно много интересных данных он публикует в своих исследованиях. Исследования можно заказывать, но есть ряд публичных исследований, частью которых я с вами хочу немножко поделиться. Ну вот, смотрите. Тут представлены данные, собственно, компании Data Insight, и TNS Google Media, который тоже занимается исследованием по тому, какие устройства используются онлайн-покупателями для выхода в интернет. И сейчас мы видим, что довольно-таки большое количество используют настольный компьютер, на втором месте у нас с вами ноутбук или нетбук, на третьем месте с долей, обратите внимание, 50%, то есть половина онлайн-покупателей использует смартфон для выхода в интернет, 30% использует планшет, ну и так далее. Видите, чуть меньше 30% настольный компьютер на работе, ну, что, в общем, тоже кажется нормально. Некоторые обычные мобильные телефоны используют, то есть не смартфон, но, в общем, довольно сложная история, однако она присутствует. И еще один момент – это Smart TV. Тоже очень интересная история, но не к этому вебинару, однако имеет смысл обратить туда внимание. Сейчас очень сильно развиваются умные телевизоры. Так уж получилось, что в нашей стране телевизор очень популярное устройство, и люди там стремятся к чему-то новому, покупают новые отличные телевизоры, а в них уже встроен, по сути, компьютер. Это означает, что можно делать сайты для телевизоров, выпускать приложения для телевизоров. И, кстати, вот это подтверждает недавняя новинка компании Apple – это Apple TV второго поколения, которая подключается, по сути, к любому телевизору и дает возможность разработчикам и продавцам продуктов разрабатывать мобильные приложения для телевизоров. Они не очень мобильные получаются, но примерно так. В общем, это тоже растущий рынок, и я уверен, что он интересный. Ну, по крайней мере, в нашей стране, так кто уж точно. Вот еще интересный момент – это по поводу использования смартфона или планшета. Мы с вами сейчас ориентируемся именно на мобильные покупки, на различных этапах торговли. То есть, грубо говоря, для выхода в интернет 100% используют мобильный доступ, для поиска товара – половина, для заказов – уже 30%, и для платежей – еще 30%. В общем, цифры показывают довольно хорошие показатели, что треть покупателей, которые сейчас вообще осуществляют покупки, готовы и делают это, покупают, проходят весь этап заказа через интернет. Ну вот теперь подумайте, какие магазины они используют для того, чтобы приобрести. Безусловно, это исключительно те магазины, которые готовы к такому виду взаимодействия. Есть страшная статистика, по-моему, тоже Data Insight ее публиковала, у меня сейчас слайдика такого нет, но она говорит о том, что менее 1% интернет-магазинов в России вообще готовы для того, чтобы ими можно было пользоваться с мобильного устройства. Это страшная штука. Ну вот, а статистика говорит о том, что очень многие готовы, собственно, этим и пользуются. Видимо, мучаются, но покупают. Ну и, собственно говоря, по методу совершения заказа, ну это такая интересная история, вот здесь выделено мобильное приложение, это, собственно говоря, те самые 0,6%, которые совершают заказ через мобильное приложение. Видите, очень большая доля через, собственно говоря, саму корзину или форму заказа, очень маленькая доля по телефону, это меньше 5%, но, однако, они еще есть, они просто, ну, покупатели, которые находят на сайте компании телефон и делают заказ по телефону, однако больше, видите, часть готова и умеют уже пользоваться спокойно интернет-магазином как инструментом заказа, с формой заказа и так далее. Ну и вот буквально совсем свеженькие данные. Последний слайд с аналитикой, интересный. Это вот на Russian Internet Week, есть такая у нас неделя, на российской неделе интернета, выставка в отрасли интернетчиков, довольно большая конференция, на которой было представлено исследование. Тоже Data Insights, сам Федор Вирин о нем рассказывал. И украл я оттуда этот слайдик. В чем суть исследования? Исследовали, скажем так, опрашивали магазины. То есть это было исследование, направленное на опрос непосредственно владельцев интернет-магазинов. По-моему, там выборки было, вот что-то около 100 магазинов, ну, то есть выборка небольшая, но там были действительно такие хорошие магазины, то есть не маленькие, да, а те, которые действительно имеют и заказы, и опыт, и покупателей, и сформированную позицию. Вот. И задали им вопрос, как примерно в настоящее время распределяются продажи вашей компании между оффлайном, десктопами и мобильными каналами? Ну, вот в данном случае представлена доля мобильного канала, да, вот на этом графике. И прогноз доли мобильного канала на 2018 год. То есть первый столбец, то, как сейчас, то есть до 10%, у большинства до 10% занимает доля мобильного канала в продаже. До 20% это, видите, там сильно меньше, ну и более 40, в общем-то, никто даже и не показал. А вот в прогнозах все довольно оптимистичны. И вы видите смещение к 2018 году, это всего лишь через, ну, по сути, через 3 года, да, история будет совсем другая. 20-40% это уже большинство, более 40% это уже как бы существенная часть. То есть сами игроки рынка откровенно говорят, что пару лет и экранов, ну, как видите, здесь есть даже передная цитата, мобайл-экранов будет больше, чем десктопов. На самом деле их уже там сильно больше. Ну, и, собственно, конверсия должна быть лучше из смартфонов. К чему я это все? К чему я вам про этот рынок рассказываю? Безусловно, и цифры интересные, но вряд ли я вам открыл какую-то великую тайну о том, что всем срочно надо делать мобильные магазины. Ну, на самом деле, давно уже пора, и все это прекрасно понимают. Вопрос только, как делать мобильные магазины? И может ли мобильное приложение, да, действительно быть полезным и эффективным инструментом? Вообще, мобильные приложения – довольно дорогая история. Если вы вообще раньше задумывались о том, выпускать мобильное приложение или нет, если задавались вопросом, сколько же это стоит, то вы, наверное, видели, что предложения на самом деле сильно разнятся. То есть есть варианты автоматической генерации приложений, они там довольно сложны в дальнейшей поддержке, ну и, в общем, обладают своим рядом дополнительных ограничений. Там, на мой взгляд, не очень понятная система, собственно говоря, оплаты всего этого и монетизации, ну и так далее. Есть целый ряд нюансов, которые довольно сложно поддерживать в итоге. Есть гибридные приложения и написание на базе адаптивных сайтов или что-то в этом духе. Есть вот наше предложение, да, которое совмещает в себе там… Ну, на мой взгляд, получился хороший баланс между адаптивным сайтом, да, и, соответственно, приложением. То есть такое гибридное интересное предложение. Есть варианты разработки нативных предложений, то есть нативных приложений. То есть когда ведется разработка с нуля непосредственно на языке платформы, то есть берется там, например, платформа iOS или платформа Android, под которую пишется непосредственно приложение, и такое же приложение может быть создаваться под вторую платформу, под третью и так далее. Это довольно дорогостоящая история. Ну, я вот сколько общался с нашими партнерами, которые в том числе занимаются разработкой нативных приложений, ну, там ценники начинаются там от миллиона рублей. То есть, грубо говоря, за одну платформу миллион рублей, ну, в общем, нормально, за это, наверное, будут стараться. Безусловно, есть и там более дешевые предложения, наверняка, просто я говорю о том, что я слышал, чем могу поделиться. В общем, создание мобильного приложения довольно сложная штука, и когда мы вообще на эту тему размышляли и думали, делать ли платформу, показалось, что мы можем сделать интересное предложение рынку для разработки мобильных приложений на базе 1S Bittrex. То есть, грубо говоря, если у вас есть сайт на платформе 1S Bittrex, то вы с небольшими затратами, не привлекая там суровых специалистов по платформам iOS или Android, можете разработать мобильное приложение для своего интернет-магазина ну или другого проекта, который работает на платформе 1S Bittrex, и довольно быстро его выпустить. Разработка ведется в этом случае обычными веб-специалистами, ну, то есть теми, кто, собственно, сайты разрабатывают. У них достаточно компетенции для того, чтобы разработать мобильное приложение. Возможно, они об этом еще не знают, но я уверяю вас, у них достаточно компетенции. То есть разработка получается недорогой, разработка получается довольно быстрой, при этом само приложение получается очень близко к нативному. То есть довольно хорошо и быстро работает, имеет большое количество возможностей, в том числе использование различных нативных элементов телефона. О чем я говорю о нативных элементах? Ну, например, встроенную камеру в телефон, да, может использовать запрос. То есть обычный сайт, ему сложно использовать камеру, а вот приложение может использовать камеру. Например, положение в пространстве, акселерометр, GPS-координаты, ну и так далее, подгружать файлики, сохранять файлики, ну и так далее. То есть то, что, в общем, с чем могут работать обычные приложения. Ну и, конечно, самое большое преимущество вообще мобильного приложения по сравнению с обычным сайтом, даже если он адаптивный и хорошо показывается на экране смартфона, это сервис пуш-уведомлений. Это совсем другая история, нежели чем смс. Кажется, что как бы, ну какая разница, смс или пуш? Ну, во-первых, смс – штука платная, а пуш совершенно бесплатная. А во-вторых, к смс-кам, ну, другое отношение у человека. То есть количество спама и всяких рекламных предложений, сыпящихся через смс, ну, оно велико, и к ним отношение такое, и опять они даже читать не будут. А вот пуш-уведомление, пришедшее от установленного у вас в телефоне приложения, ну, обычно воспринимается более позитивно. Ну и в пуш-уведомление возможно заложить так называемый call to action. То есть, грубо говоря, вставить ссылку в смс довольно проблематично, то есть там занимает много места, смс-ки они там такие ограниченные по размеру и так далее, то в пуш-уведомление я на него нажимаю и могу перейти, соответственно, в само приложение куда-то конкретно, в конкретное место, там, на конкретный товар или еще куда-то. То есть так называемый call to action, то есть выполнить целевое действие, то есть привлечь к тому, чтобы пользователь, увидев уведомление на своем телефоне, совершил какое-то целевое действие, то есть покупку или еще что. Это, безусловно, сильно отличает конверсию смс-рассылки от соответствующих пуш-уведомлений. Ну и опять же, имея возможность отправлять пуш-уведомления своему клиенту, вы, в общем, получаете такой большой широкий рекламный канал прямо в его карман. Это довольно-таки интересно. Так, ну, в общем, я заболтался. Надо, наверное, раз уж у нас вебинар, переходить к практике и показывать, как это все выглядит. Сейчас я посмотрю, что у нас с вопросами. Ага, ага, ага. Спасибо большое за то, что написали о своей сфере. Ох, я вижу, что... А, вот уже первый вопрос. Как партнеру получить NFR-ключ? Ну, сделать запрос в партнерский отдел – это довольно простая процедура, не требующая особого умения. Итак, для того, чтобы продемонстрировать вам, собственно, мобильное приложение, мне нужно сделать следующую вещь. Мне нужно подключить свой смартфон к экрану моего компьютера, чтобы продемонстрировать вам все вживую. Это может занять буквально одну минутку. Так, сейчас мне нужно запустить... Такой тайм-плеер. И... И попробовать переключиться на телефончик. Так, вот. Ну что же. Что мы с вами... Ой-ой-ой. Ну-ка, пароль вводись. Так, вам должно быть хорошо видно мой экран. Извините, нет, видите, даже иконочки немножко плавают, когда я шевелю своим телефоном. И... С чего мы начнем? Начнем с демонстрации самого приложения. Видите, у меня даже есть специальная папочка на моем смартфоне, на моем айфоне, которая показывает... В которой сохранены все... Ну, там, большая часть приложений, написанных на нашей платформе. Мы на них детально еще посмотрим, но сначала начнем с общего обзора. Общий обзор. Есть у нас такое приложение, называется Bittrex eShop. Вот она, красненькая иконочка. И вы можете ее найти в App Store или в Google Play. Она так и называется, Bittrex eShop, или просто по скучевому слову Bittrex, вы ее довольно легко найдете. Можете прямо сейчас установить на свой телефон и, собственно, попробовать приложение в действии. Оно у меня уже установлено. Ох, я тут даже в каком-то разделе. Сейчас мы перейдем на главную страницу. И посмотрим, как это выглядит вживую. Ну, собственно говоря, что мы с вами видим? Мы с вами видим главную страницу приложения. И это приложение интернет-магазина. У этого приложения есть меню. Оно очень похоже на меню сайта. Здесь также есть несколько пунктов. Можно проматывать, если оно большое и так далее. Можно его вызывать либо вот таким свайпом. Я сейчас пальцем провожу по экрану с левого конца. Это очень привычный сценарий для вызова левого меню. Или нажатием на эту кнопочку. Соответственно, так же меню покажется и вернется обратно. Есть, соответственно, корзина. Ну, корзина – непременный атрибут интернет-магазина. К ней мы вернемся позже, делая какой-то заказ. Ну и, собственно, главная страница. Вот какое-то спецпредложение, которое, безусловно, может меняться, ротироваться каким-то образом. Есть, соответственно, разные варианты хитов продаж, новинок и так далее. И переход там в полный каталог, который покажет нам целый ряд товаров, с которыми мы можем выбрать. Ну вот я перешел в какую-то категорию. Здесь видите пицца. Хорошо, что я, по крайней мере, плотно позавтракал. Не знаю, как вы. Но, честно говоря, пицца уже захотелось. Естественно, есть поиск. То есть я могу попробовать что-то набирать, искать. Могу обратиться к фильтру. То есть, грубо говоря, найти подбор по параметрам, так называемые. Определить, например, цену, определить какие-то начинки, выделить мясо и так далее. И, соответственно, применить этот фильтр к... Ну вот видите, одна единственная пицца попалась по моим предпочтениям. Также, например, в качестве примера может быть использование устройства. Это вот здесь для примера у нас сделан сканер штрих-кода. То есть, если я его нажму, у меня включится камера моего экрана. Ой, как страшно. Я могу, например, приложить сюда штрих-код. У меня вот здесь книжка. Но, естественно, книжка «Большая игра в бизнес» не находится в интернет-магазине пиццы. Но такой сценарий тоже возможен. То есть, грубо говоря, вы можете использовать различные внутренние устройства смартфона пользователя для того, чтобы как-то с ним взаимодействовать. Ну, например, для того, чтобы он сфотографировал свою комнату, а вы потом подобрали ему какие-то обои. Или сфотографировал там свое устройство, которое надо отвезти в ремонт, и вы по фотографии смогли его починить. Ну и так далее. Есть много различных сценариев. Итак, пиццу мы давайте все-таки закажем. Посмотрим, так, а сколько у нас с вами человек? У нас с вами 44 человека. Наверное, нам нужно будет, ну, как минимум, пицц 15. Мы можем разглядеть ее детально. Для тех, кто не позавтракал, это будет особенно интересно. Хотя пицца не очень аппетитно выглядит, но фотография какая-то неудачная. Но все же, можем разглядеть детально, можем почитать различные описания. Даже у пиццы есть характеристики. Видите, как много характеристик. Соответственно, вы можете довольно детально описывать свой товар, размещая это внутри мобильного приложения. Здесь могут быть дополнительные картинки. Как видите, у нас сейчас у меня одна, но их может быть много. Ну и давайте наконец приобретем. Собственно говоря, пицца в корзине. Можем перейти в корзину и убедиться, что все окей. Ну, кстати, всего 22 тысячи рублей за 15 пицц, мне кажется, нормально. Можно использовать какой-то купон. То есть здесь те же самые условия использования, взаимодействия с клиентом, как и на вашем сайте. Вы можете ввести какой-то купон. Вернее, можете дать своему покупателю купон, чтобы он ввел сюда и получил скидку. Может отредактировать, например, изменить количество. Или отложить, или вообще удалить какие-то составляющие корзины. Отложить их там на будущую покупку и так далее. Ну, собственно, само оформление заказа так же, как и на сайте происходит. Ну, будем физическим лицом. Я буду под своим именем. Конечно, мне, к сожалению, никто пиццу не привезет. Но это и хорошо, потому что не придется за нее платить. Так, и мой адрес. Кстати, если что, вы можете адрес мой записывать и написать мне после вебинара какой-нибудь вопрос. Я вам персонально отвечу. Так, телефон – это долго. И, собственно, адрес. Ну, давайте напишем адрес. Способы доставки. О, кстати, можно записаться и съездить. Но мы выберем доставку курьером. Да, наличные курьеру. Проверим состав заказа. Дополнительную информацию. Может быть, комментарий оставить. Ну, и заказ, собственно, оформим. Зачем я все это сейчас сделал? Ну, для того, чтобы, во-первых, показать вам, как оно выглядит. Во-вторых, собственно говоря, показать еще следующий момент. С момента, когда я, собственно, стал зарегистрированным пользователем этого интернет-магазина, у меня в приложении появилось, видите, у меня в меню появилось мое имя, и у меня заработали вот эти разделы, которые, собственно говоря, относятся к моему заказу. Ну, то есть, грубо говоря, я могу открыть список заказов и видеть здесь статус. Естественно, об изменении заказа, об изменении статуса заказа, то есть, грубо говоря, если владелец интернет-магазина отметит, что заказ там ушел в доставку, или о том, что он доставлен, или о том, что там курьер выехал и так далее, то есть разные статусы бывают. Обо всем об этом мне приложение сообщит уведомление. То есть, мне придет пушек, телефончик пропиликает, и я увижу, что ваша пицца там в пути. Ну, или еще что-нибудь в этом духе. Я, конечно, как, собственно говоря, и любой человек на определенном этапе могу отказаться от заказа, есть отмена, ну, или какие-то другие действия, которые вы предусмотрите для своего покупателя. У меня даже есть, наверное, внутренний счет пользователя. Нет, у меня нет пользовательского счета. Магазин мне не предоставил такую информацию. Что еще я знаю об этом магазине и об этом приложении? Ну, вот есть раздел, например, пиццерия, в котором написано какой-то странный текст про мебель в магазине пиццы. Ну, да неважно. То есть, вы можете создавать еще целый ряд других разделов внутри этого меню и, соответственно, давать дополнительную информацию. Это могут быть фотоглярии, это могут быть какие-то сервисы и так далее. Примеры мы с вами еще посмотрим, кейсы мы с вами разглядим. Как это все... Так, я смотрю, есть несколько вопросов, секундочку. Почему нет размещения приложений на Windows Store? Хороший у вас вопрос. Этот вопрос нам с определенной периодичностью задают. На него нет простого и хорошего ответа, но звучит он примерно так. Доля Windows смартфонов пока настолько мала, что экономически неоправдана разработка под эту платформу. Более того, сама платформа Windows Phone так часто меняется, ну, по крайней мере, до выхода десятки, что, опять же, это экономически нецелесообразно. К сожалению или к счастью. Не знаю, посмотрим. Если доля устоит, если устоится платформа, доля увеличится, то мы, безусловно, будем разрабатывать под Windows Phone. Так, на Google Play нет этого приложения. Алексей, вы меня удивляете. Я не знал об этом, и если это так, я своим коллегам обязательно передам, чтобы оно там скорее появилось. Сейчас себе даже запишу. Потому что оно там должно быть. Просто обязано. Если его там по какой-то причине нет, мы разберемся. Я сразу приношу извинения, если это действительно так. Так, приложение акцентируется на переносе магазинов на мобильную платформу, спрашивает Евгений. Ну, приложение на самом деле сделано для того, чтобы вы могли быстро создать интернет-магазин, вернее, мобильное приложение для своего интернет-магазина. То есть добавить еще один канал взаимодействия с вашим покупателем. Вот это не перенос, это именно создание приложения для своего интернет-магазина. Ну, давайте попробуем разобраться, как вообще это все работает. И почему оно так вот вроде как и хорошее приложение, и в то же время почему недорого. На самом деле секретов никаких нет. Это совершенно гибридное приложение. Наверное, для разработчиков сейчас будет более-менее понятно. Я попробую объяснить это на простом языке. В общем, у нас некий получился гибрид PhoneGap. Есть такая платформа для разработки гибридных приложений. К ней была написана довольно-таки большая надстройка, если это можно так назвать. Ну, то есть, грубо говоря, PhoneGap был довольно сильно переработан, взяты оттуда определенные функции, какие-то добавлены свои и так далее. И все это было сделано для того, чтобы, грубо говоря, обеспечить полную совместимость с магазинами на один из Bittrex. То есть, что происходит? Разрабатывается приложение. Приложение, на самом деле, едино для всех. Оно есть такое, какое есть. А вот управление для каждого конкретного. То есть, грубо говоря, если вы для себя начнете создавать приложение, вы создадите приложение на своем сайте. И скомпилированное приложение, которое будет опубликовано в App Store или в Google Play, будет подключаться к вашему сайту и забирать все данные оттуда, включая настройки, включая обращение к устройствам, внутренним устройствам телефона и так далее. Для того, чтобы управлять такими вещами, как камера, как GPS, как пуш-уведомления и так далее, сделано специальное JavaScript API. То есть, грубо говоря, для того, чтобы разработать полноценное приложение на нашей платформе, разработчику нужно знать, ну, по факту, три основные языка, если их можно так назвать. Это JavaScript, ну и, собственно говоря, языки гипертекстовой разметки, это HTML и язык стилей, то есть, оформление CSS. Вот, собственно говоря, все, что нужно. Безусловно, может потребоваться какая-то логика, программная логика, которая будет работать на стороне сайта, но с этим прекрасно справляются наши партнеры-разработчики, а знающие еще также PHP и, собственно говоря, платформу Bittrex Framework. Вот, собственно говоря, все знания. Совершенно не нужно знать ни Java, ни Objective-C, то есть те самые языки программирования, которые используются для разработки мобильных приложений, нативных от телефона. Соответственно, Java для Google Play, Objective-C для iOS и так далее. То есть, выпускается одно приложение, оно одинаково устанавливается на одну или на другую платформу, и все это входит в пакет самой лицензии. Примерно так это работает, но давайте теперь, сейчас я посмотрю еще на вопросики, перед тем, как перейти к некоторому опытному пути изучения. Так, речь о магазинах не только, Евгений, не только о магазинах, и я постараюсь вам это доказать в процессе демонстрации некоторых кейсов и приложений, которые были разработаны на нашей платформе. Так, приложение на Google Play есть, только называется Bittrex Demo. О, спасибо большое, Дмитрий. Так, а кто у нас спрашивал про приложение, что его нет в Google Play? Сейчас найду. Алексей, да, Алексей Комаров. Ищите Bittrex Demo. Спасибо, Дмитрий. Так, личный кабинет клиентам, которым требуется онлайн-поддержка, онлайн-консультант. Да, такое тоже возможно сделать, есть онлайн-консультанты, в том числе. Можно ли создать только для мобильного телефона интернет-магазин? Ну, не очень понятно, зачем. Дело в том, что нашему мобильному приложению требуется так называемый бэкэнд в виде сайта на Bittrex. То есть без него приложение работать не будет. Другое дело, что вы этот сайт на Bittrex можете никому не показывать, не рекламировать, или вообще закрыть от внешнего доступа, или сделать там какую-то страничку-заглушку красивую. Это мы вам не запретим, такое возможно. Так, со стороны клиента при этом может быть видео-аудио. Ну, теоретически, да. Ну, вернее, нет, не теоретически, совершенно точно можно использовать технологии WebRTC. Единственный момент, кажется, что в платформу Bittrex Mobile мы еще не вынесли в библиотеку WebRTC, но она должна быть там появиться в ближайшее время. То есть, конечно, можно сделать видеозвонок, и если вас интересует, как это может быть реализовано, вы можете посмотреть на наше приложение Bittrex 24, в котором есть и чат, и видеозвонки, и просто аудиозвонки. И все это реализовано на той же самой платформе, там с небольшими изменениями. На самом деле, примерно так это может быть реализовано и у вас. Так, платная ли публикация приложения? Давайте об этом, Юлия, мы чуть позже вообще о том, сколько что стоит поговорим. Это будет отдельный кусочек. Так, что у нас со временем? Ага, со временем у нас все хорошо. Так, чтобы изучить все это опытным путем, что мы с вами сделаем? Так, у меня тут есть сайт, интернет-магазин, какая-то довольно-таки, в общем, не очень-то новая версия, не самый современный интернет-магазин, но он нам вполне подойдет. Что мы с вами будем делать? Мы попробуем с вами, во-первых, подключиться к этому интернет-магазину с помощью мобильного устройства. Так, где у меня экранчик? У нас есть еще одно приложение, оно специально сделано для разработки. Оно называется Bittrex Mobile. Вот это желтенькая иконочка, и также можете найти ее в обоих сторах. И если мы ее запустим, сейчас я только, пожалуй, выйду отсюда, то мы увидим здесь, ну, у меня в данном случае здесь целый список различных интернет-магазинов, к которым подключиться. На самом деле новичка это приложение встречает вот так. То есть, грубо говоря, здесь надо ввести адрес сайта вашего. Если у вас на сайте установлена соответствующая версия и модуль мобильная платформа, то вы сможете с помощью этого приложения подключиться к сайту и увидеть уже стандартное мобильное приложение. Так, сейчас я наберу адрес своей демо-версии. Вы его видите, собственно говоря, на экране в адресной строке. И вот это загадочный eShop App. Это папочка, в которой по умолчанию создается мобильное приложение. Ну, вот он у меня есть, я его подключаюсь и, собственно говоря, вижу то же самое мобильное приложение, да, только уже наполненное одеждой. Здесь также есть меню, также есть корзина и все то же самое, но как бы уже это приложение, которое показывает содержимое вот этого магазина. Вот, кстати, у меня красная футболка показывается, она, видимо, где-то здесь тоже есть. В этом основном. Да, вот она. Вот она же у меня показывается и на экране телефона. Что из себя представляет вот эта вот самая eShop App? Давайте мы туда зайдем и посмотрим, зачем это нужно, сейчас будет понятно. Если я в браузере открою эту папочку, то, ну, по сути, я увижу вот ту самую страничку. Единственное, что здесь нету, нету меню, да, нету верхней панельки, нижней панельки, которая также доступна. Однако я вижу здесь вот именно вот эту страничку, которая отображается внутри приложения. И я могу на нее повлиять, то есть я могу с ней на самом деле работать. Я могу, например, включить режим правки, как это делается в обычном битрексе, и, собственно говоря, открыть настройки компонента, ну и попробовать здесь изменить, например, что я могу здесь поменять. Сколько предложений выводить? Ну вот выводить не спецпредложения, а лидера продаж. И после сохранения здесь появятся другие товары, ну и, соответственно, в самом приложении точно так же обновятся и будут показаны другие товары. То есть, грубо говоря, как только вы что-то меняете на своем сайте, настройки, добавляете какие-то части, страницы, дополняете меню и так далее, все это тут же будет доступно всем пользователям вашего мобильного приложения. Это, в общем, дает большое преимущество в том, что вы не поддерживаете два канала. Вы поддерживаете только один канал своего интернет-магазина, то есть вы публикуете, у вас там всегда выгружаются товары из 1С. Цены обновляются, описания вы создаете на своем сайте, все это с этим работаете, и это все тут же обновляется в устройствах, то есть в мобильных устройствах вашего клиента, который установил ваше мобильное приложение. Безусловно, мобильное приложение требует подключения к интернету, это важная часть, хотя мне сложно представить, например, зачем приложению интернет-магазина работать в оффлайн-режиме. Хотя такие запросы у нас есть, мы работаем сейчас над полноценным оффлайн-режимом, и осенью, вот этой осенью, в конце ноября будет соответствующее изменение, которое позволит приложениям полностью запускаться оффлайн и, соответственно, выполнять какие-то операции. Но пока для интернет-магазина это кажется не критичным, то есть магазин штука интерактивная и требует постоянного подключения, так же, как сайт. На сайт без интернета не зайдешь, но вот как-то кажется, что мобильное приложение для интернет-магазина должно работать по такой же логике. Ну и если мы с вами посмотрим на то, как это выглядит в структуре сайта, то мы с вами увидим, сейчас я открою непосредственно файлики, вот у нас есть папочка eShopUp, и здесь мы с вами видим набор файликов, здесь конфигурационные файлы, файлы, которые, собственно говоря, включают меню. Если мы зайдем внутрь этого файла, здесь уже будет понятно разработчикам. Это, собственно, массив, который выводит пункты меню. Вот у меня здесь есть, например, новый пункт меню, вот он здесь добавлен, и он у меня есть тут же, вот он, новый пункт меню. Если я его отсюда удалю, например, то после сохранения и соответствующего обновления внутри магазина, соответственно, этот пункт меню исчезнет. Вот, собственно, его нету, и у меня ничего не мешает. То же самое касается любых других фишек, которые вы можете сделать на сайте. Добавлять странички, форматировать их по-своему, добавлять туда свой функционал и свои какие-то фишки. Наше демонстрационное мобильное приложение создано лишь для того, чтобы показать вам, какие вообще возможны штуки, как с этим можно работать и как показывать и представлять, для того, чтобы вы там очень быстро могли запустить свой интернет-магазин в таком виде. Также хотелось бы вам показать еще одну вещь изнутри, это конструктор мобильных приложений. Конструктор мобильных приложений для чего, собственно говоря, нужен? Он нужен для того, чтобы быстро наложить, применить оформление к своему мобильному приложению. Я сейчас переключился на другое приложение, созданное для этого же сайта, с теми же самыми товарами, но по-другому немножко оформленное. Как вы видите, у него здесь другие цвета. Здесь я добавил какую-то страшную надпись скидки в прошлый раз на прошлом вебинаре, но сейчас не будем на этом останавливаться. Я хочу лишь показать некоторые моменты оформления. Так, ну для того, чтобы это было удобно продемонстрировать, я сейчас попробую немножко сузить свой экран и с вами немножко над этим поработать. Так, вот так будет удобно. Да. Что можно сделать? Можно вот так вот простыми операциями, собственно говоря, определить, как же будет выглядеть ваше мобильное приложение. Ну, в частности, фон экранов, сейчас он у меня белый или прозрачный, я могу его изменить, например, на желтый. И, соответственно, здесь у меня есть предварительный просмотр, который показывает, как будет выглядеть это чудо. Ну вот этот желтый кажется уж больно кислотным, давайте попробуем что-нибудь поспокойнее. Можно туда подложить изображение, картинку, то есть я могу взять и загрузить какую-нибудь картиночку сюда, и, соответственно, оно будет там отображаться. Сейчас я цвет уберу. Вот там может быть картинка на фоне. То есть вы можете определять, может быть, не горы, как у меня, а какой-то там узор, который будет уместен в вашем приложении. Выбирать режим заполнения. Тут, кстати, можно определить какой-то Toolbar. Toolbar – это вот эта нижняя панель. И здесь довольно удобно то, что я могу тыкать в нужное место, да, и меня этот конструктор сразу переключит на нужную картинку. Так, Toolbar, Toolbar, Toolbar мы сделаем вот таким. Кстати, фон, наверное, тоже панели навигации мы сделаем желтеньким. Сам заголовок желтым или желтым, он будет не очень смотреться черным. Давайте вот страшно зеленым сделаем, чтобы, так сказать, вырви глаз был. Ну и так далее. Здесь целый ряд параметров, которые можно настроить, и если я обновлю свое мобильное приложение, то я увижу все эти изменения тут сразу же. То есть, грубо говоря, вы сразу же на своем смартфоне в приложении для разработки будете видеть результат, который в итоге увидит после публикации приложения ваши пользователи у себя в смартфонах. И это, в общем, довольно большое преимущество – таким образом работать с настройкой своего мобильного приложения и, собственно, его внешним видом. Это происходит довольно быстро, довольно удобно, но остальное уже – это функционал, над которым должны поработать разработчики внутри битрикса для того, чтобы выстроить правильно товары, для того, чтобы показывать нужные наименования с нужными характеристиками и так далее. Все это уже делают разработчики. А вот я пытаюсь вам продемонстрировать, что на самом деле тут ничего сложного нету, и в том числе оформление мобильного приложения выполняется довольно легко и быстро. Вот так примерно это устроено. Сейчас я попробую вернуться к вопросу. Так, ну тут вопрос, будет ли запись вебинара. Да, запись вебинара, конечно, будет. Она ведется с самого начала и после вебинара будет выложена на нашем канале в YouTube, ну и, собственно, на сайте 1SBitrix в разделе «События», где расположен анонс этого вебинара. Так, ну вот тут еще несколько вопросов интересных, на которые можно было бы совместно порассуждать. Так, по вашему мнению, какому бизнесу нужно сделать выбор в пользу мобильного приложения? Вот это, Тамара, очень хороший вопрос. А, ой, я вижу у него продолжение. Ведь клиент вряд ли будет устанавливать приложение, если он совершает покупку в вашем магазине, скажем, два раза в год. Вы совершенно правы. И нельзя ждать от покупателя какого-то чуда, и вообще от мобильного приложения ждать чуда, что вы его сделали, и все сразу его побежали ставить и начали использовать круглосуточно. Нет, безусловно, это не так. Так, безусловно, мобильное приложение ценно тогда, когда оно действительно дает большое удобство. Когда покупатель совершает регулярные покупки в вашем интернет-магазине. Но, кстати, два раза в год тут еще можно подумать, возможно, между этими покупками у него есть какое-то сервисное обслуживание, которое вы ему предоставите, ему будет удобно. Возможно, какие-то консультации, возможно, какие-то дополнения бесплатные, то есть дополнительную пользу создать, в принципе, для человека можно, даже если совершает два раза в год покупки. И есть мобильные приложения, продающие автомобили, которые покупаются там раз в пять лет. Но, однако, сервисы и дилеры считают, что мобильное приложение все равно нужно, потому что они будут туда приглашать на ТО, сообщать о том, что пора, о том, что у них есть скидки на запчасти, ну и так далее. Вариантов еще много использования мобильного приложения. Безусловно, бизнесу нужно определиться, сможет ли он дать вот эту пользу своим мобильным приложениям клиенту, сможет ли он посадить его на так называемый виртуальный крючочек, установить мобильное приложение к нему в телефон, для того, чтобы им начинали пользоваться. Но вот я хочу сказать, что, я не знаю, я, может, избалованный, у меня там айфон, в нем много места, и у меня там очень много приложений. И не всеми я пользуюсь каждый день, далеко не всеми. Есть, например, приложения проката автомобилей, такие там Европкар или Херц, которым я пользуюсь один раз в год. И не факт, что успешно. Однако они у меня есть, потому что это удобно. Потому что оно просто стоит, есть не просит, а когда мне нужно, я быстро открыл, зашел и нашел машину, будучи где-нибудь в другом городе или в другой стране. Это действительно удобно, и мне не жалко, что оно у меня там установлено. Но, безусловно, придумать мобильное приложение для своего бизнеса задача непростая. Наша задача была упростить вход в эту категорию. То есть, если раньше цена риска была довольно велика, то сейчас, имея сайт на битрексе, используя мобильную платформу, цена вот этого риска довольно невелика. То есть, вы можете попробовать, понять, получается ли у вас польза или нет, ну и, соответственно, продолжать и развивать или нет. Так, еще вопрос от Алексея. Я так понимаю, что приложение опубликуется один раз, а изменения в конструкторе видно сразу на опубликованном приложении. То есть, переопубликация не требуется. Именно, Алексей, вы очень правильно подметили. Дело в том, что большая часть изменений, которые происходят в интернет-магазине и в мобильном приложении на сайте, на самом деле не требует обновления самого приложения. То есть, возможно, ситуация, в которой вы захотите перевыпустить мобильное приложение и, грубо говоря, попросить всех ваших пользователей обновиться, ну, в общем, платформы это делают сами. Но это довольно редкий случай, когда происходит какое-то серьезное изменение. Например, если мы платформу обновим, то есть мы выпустим новую версию платформы Bittrex Mobile, в которой дадим новые возможности, и вы захотите их использовать, тогда вам придется перевыпустить мобильное приложение. Однако, это довольно редкая история и требуется не так часто. Так, ну что же. Ой, тут Юлия задала вопрос, связанный с... Юлия, знаете, вы, если не успели записать мой e-mail, я вам его еще в конце вебинара сообщу, но на ваш вопрос, к сожалению, ответить в режиме реального времени я не смогу. Он не такой простой. Так, что я хотел еще вам показать? Надо вернуться мне к презентации, чтобы она меня направила. Да, я хотел вам показать некоторые примеры для того, чтобы развеять некоторые сомнения и показать, что на самом деле все не так плохо или хорошо. Давайте посмотрим на примеры. Вообще, одно из самых интерес... Ну, нет, давайте интересное оставим на вкусненькое, так сказать, напоследок. Есть несколько приложений. Сейчас я давайте размещу посередине экрана, чтобы было удобнее. Ой, это приложение, к сожалению, видимо, перестало работать. У меня тут есть некоторые приложения, к сожалению, уже довольно старые, и, возможно, по тем или иным причинам перестали существовать. Поэтому мы не будем на них акцентировать. Сейчас я попробую открыть что-нибудь из свеженького. Ну, вот, например. Интернет-магазин торгового дома «Петровский». Тоже мобильное приложение выполнено на нашей платформе. Также здесь сделано меню. И, в общем-то, вы, наверное, видите некоторые ассоциации с тем, что я вам уже показывал. Да, оно очень похоже, с подкатегориями, только разукрашено по-другому. Ну, и здесь можно по нему полазить, в общем-то, совершить какие-то покупки. Ну, вот здесь куча всяких категорий. Здесь ребята сделали плавающую корзину внизу. Вот она тут привязана, и ей можно пользоваться. Давайте, что ли, мешок для мусора попробуем заказать. Ну, вот здесь можно положить корзину. 27 рублей. Вот она корзина, она у меня обозначена. Я могу в нее перейти так или через соответствующую иконку вверху. Ух ты, я тут в прошлый раз на 1000 рублей не заказывал. Но здесь, видите, нужно не менее 8000 рублей, видимо, для того, чтобы сделать заказ. Есть поиск по наименованию. То есть я могу вводить какие-то сюда наименования товаров, наверное, чтобы найти соответствующие позиции. Странно искал мешок. А, горшок называется мешок. Прекрасный, я считаю. Ну, в общем, как-то так. Есть такое приложение с интересной навигацией. Я вот, например, делаю свайп для того, чтобы переходить назад по каталогу или выйти в меню. Ну, и здесь также, например, есть подраздел новинок, где выведена определенная категория товаров. Ну-ка, в акциях есть что-нибудь, коллег? В акциях, похоже, а нет, есть. Вот товары, сковородки со скидкой. Ну, в общем, это один из вариантов реализации мобильного приложения вот на нашей платформе. Так, что еще у нас тут есть? Ну-ка, давайте посмотрим зебра. Это суши-бар. Здесь, по-моему, вообще очень похоже на наше стандартное... А, нет, переделалось все. Вот, кстати, тут забавно сделанный слайдер. Его можно листать пальчиком, в отличие от того, как у нас сделано. Он там при обновлении только меняется. Ну, и, в общем, интересно сделано меню. Я могу путешествовать по разделам, представлять по-разному товары. Видимо, для планшетов здесь будет в два или в три ряда. В картинках что-то нет совсем. Ну, здесь также можно положить несколько товаров в корзину и, соответственно, оформить этот заказ. Как видите, тоже интересное оформление. Совсем практически не похоже на то, собственно говоря, что я вам показывал наше стандартное приложение. И меню немножко по-другому выполнено и так далее. Так, вот хорошее приложение. Мне понравилось по своей реализации. Уже не магазин. Вот прям совсем не магазин. Давайте на него посмотрим. Это каталог компании, обеспечивающей свадебные услуги в Амурской области. Ну и вот, допустим, если вы собрались отмечать свадьбу, ну, понимаете, такая история с отмечанием свадьбы – это очень длительная подготовка, поэтому почему бы не поставить себе приложение и не пользоваться им для выбора услуг, которые потребуются мне, ну, вот, например, картеж. Здесь несколько фирм, которые, собственно говоря, предлагают разные машины. Я могу поразглядывать машины, в том числе там салон внутри, да, и, соответственно, здесь есть данные для того, чтобы с ними связаться. Вот такой интересный каталог. В некоторых случаях, например, если это будет, ну, не знаю, наверное, вот ведущая музыка, вот видите, у Ларисы есть даже видеофайлы с тем, собственно говоря, что она и себя представляет. Видимо, тут какие-то, ну да, вот ссылочки, поставки из YouTube, ее введение, ею каких-то свадеб, ну и так далее. То есть вот приложение, совершенно не являющееся интернет-магазином, тоже реализовано на платформе, но вот с разными вариантами. Здесь вот можно список дел, например, составить, да, и я могу для… в процессе планирования своей свадьбы планировать здесь какие-то дела. Вот есть свадебный калькулятор, который поможет мне посчитать свои расходы, да, то есть целые сервисы, которые, в общем-то, не относятся к интернет-магазину. Ну и разные вот статьи о том, что дарить, как дарить, ну или что получать. Ну и так далее. Вот интересный пример приложения, которое, в общем-то, не является интернет-магазином. Так, что еще интересного мы с вами посмотрим? Еще какой-нибудь интернет-магазин, но вот, по-моему, у Бакалея была ничего. Ханты-Мансийск. Тоже, опять же, довольно похожее приложение на наше стандартное. Немножко переформатировал внешний вид, но в целом это оно и есть. Тут, по-моему, даже меню почти стандартное. Чуть-чуть увеличили шрифты, размеры. Также можно выбирать, покупать и, соответственно, заказывать онлайн. Здесь сделано интересное меню, что я рекомендовал бы всем делать. Вот это нижнее меню, да, оно очень хорошо сформировано и помогает быстро ориентироваться внутри приложения. Так, 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 так. Ну, вот, по-моему, забавное приложение, сделанное под интернет-магазин декорационных всяких штуковин. Ну, вот, например, жалюзи можно купить, да, и, соответственно, мы по этому магазину также гуляем, выбирая себе, так, какой-то товар. Видите, таким образом можно сформулировать, сформировать вид приложения. Ну, и, соответственно, купить. Так, ну, и вот главное меню тоже, видите, совсем по-другому оформлено, с логотипчиком, со всеми делами. Ну, и последнее, наверное, вы видите, у меня приложений довольно много, я все вам показывать не буду. Ну, последнее, что хотел вам показать, это, опять же, использование всяких нативных инструментов, которые в заложенных сам смартфон, как это возможно реализовать. Вот есть такое приложение с, ну, компанией, которая занимается дизайном интерьеров и производством, вероятно. Честно говоря, я не очень вдавался в подробности, чем занимает компания. То есть можно посмотреть фотографии, да, можно полистать фотографии интерьера. Но самое интересное – это виртуальный тур. Очень простая технология, которая использует акселерометр моего смартфона для того, чтобы я мог погулять по, например, будущей своей квартире. Вот, заглянуть в ванную. Извините, не хотел в ванную заглядывать, не знал, что она здесь, что она здесь за этой дверью. Ну, в общем, примерно так выглядит приложение, и я могу спокойно бродить. Вам не видно, но я в данный момент занимаюсь тем, что верчу телефон в руках и сам поворачиваюсь на стуле. То есть вот такая вот история управления акселерометром телефона для того, чтобы посмотреть. Это очень простая технология, по сути даже не имеющая отношения к платформе. Но вот, пожалуйста, вам варианты приложений, которые могут быть разработаны на платформе и которые не являются исключительно интернет-магазинами, как, собственно, вы меня спрашивали. Так, сейчас я вернусь к вопросам. Так, упустил момент, как выгрузить. Это мы с вами сейчас обсудим. Я сейчас расскажу. Порядок цен сейчас тоже расскажем. Все это будет в процессе. Будет ли возможность посмотреть запись? Да, конечно, будет. Как приложение называется про свадьбы? Амур-свадьба называется. Сейчас, если я правильно запомнил. Да, Амур-свадьба. Так, какой функционал в Bittrex позволяет вставать мобильную версию сайта, которая будет подгружаться в мобильном приложении? Это не функционал Bittrex, это функционал разработчиков. То есть люди, которые будут для вас это все создавать, это люди и это их функционал. Автоматически, конечно, такие вещи не создаются. Так, есть пример предложения информационного портала с платным контентом. Вы знаете, с платным я не знаю, но давайте я вот... Хорошо, что вы мне напомнили про информационные порталы. Я сейчас вам покажу два приложения еще быстренько, которые, собственно, являются, наверное, информационного характера. Так, первое – это из рук руки. Это издание. И приложение тоже сделано на нашей платформе. Представляет из себя каталог, ну, по факту, всех изданий, которые выпускают из рук в руки издания. Здесь можно выбрать, ну, тут, наверное, не так уж много, можно выбрать там страну и так далее. Видите, здесь тоже вообще стандартный дизайн использован. Все по минимуму. Коллеги не заморачивались совершенно с разработкой. Здесь просто приложены PDF-файлики в всех-всех-всех изданий всего архива. Я могу спокойно разглядывать, читать, открыть номер, любой номер любой газеты за любой какой-то период и, собственно говоря, его почитать. Так называемый архив. Вот сделано мобильное приложение. И еще одно хочу вам показать. Усадьба Jazz мне очень нравится. Эта штука, это не инструкционный портал, это приложение-мероприятие. О, к сожалению, мероприятие уже завершилось и не смогу я вам его показать. Обидно, обидно. Хотел его продемонстрировать. Ну, ладно, к сожалению. К сожалению, видимо, уже мероприятие завершено и мобильное приложение больше не используется. Так, а с платным контентом, к сожалению, у меня нет примеров, но полагаю, что это не имеет особенных проблем. То есть, так же, как интернет-магазин, продавать можно не только товары, но и контент. И, соответственно, это можно делать точно так же через мобильное устройство. Вот со счета телефона оплаты, наверное, не получится. Хотя про оплату мы с вами еще чуть-чуть поговорим. Тут, как раз, вопрос, связанный, как обрабатываются заказы клиентов, оформленных через мобильное приложение. Сейчас вернусь к презентации. И пока мы не будем сейчас на это отвлекаться на слайд, я немножко расскажу о том, как происходит вообще оплата и обработка. Нужно понимать одну простую вещь. Что мобильное приложение, по сути, это сайт. То есть, грубо говоря, когда происходит заказ через мобильное приложение, он попадает в те же самые заказы, которые делаются на вашем сайте. То есть, так же в админке интернет-магазина. Вы получите эти заказы, сможете с ними работать, доставлять, менять статусы и так далее. То есть, с этой точки зрения для вас ничего не изменится. С точки зрения оплат примерно та же история. То есть, грубо говоря, все те самые оплаты, которые вы используете на своем сайте, вы их сможете точно так же безболезненно применить и в мобильном приложении. Ну, например, используя процессинг Яндекс.Денег, Яндекс.Касса так называемая, которая умеет принимать платежи и Яндекс.Деньги, и карточки пластиковые, и там еще кучу всего, будет очень хорошо работать на мобильном устройстве внутри нашего приложения. То есть, вы будете переходить в браузер, там откроют специальную ссылочку, по которой в Яндексе все хорошо адаптивно сделано, оно будет красиво выглядеть на телефоне и так далее. Использование мобильного банка на смартфоне на самом деле тоже несложная задача. Я видел хорошую реализацию. Это было приложение, по-моему, ой, что-то я не помню, что это было приложение, но использовался альфа-клик, то есть, грубо говоря, из приложения создавался счет, который оказывался в мобильном клиенте альфа-клика, мне можно было перейти в мобильный клиент, авторизоваться и там оплатить этот счет. Это довольно такая стандартная процедура для альфа-банка, и она может быть реализована в мобильном приложении в том числе. Так, пропустил ответ, почему нет размещения приложения на Windows Store. Извините, я не буду повторять этот ответ. Посмотрите, пожалуйста, запись, она появится очень скоро, он не очень короткий. Итак, напомню, что в мобильном приложении всегда актуальная информация. То есть, мобильное приложение получает данные напрямую с вашего сайта, интернет-магазина, статьи и так далее, фотографии, цены, каталоги. Все это происходит напрямую в режиме реального времени. Это означает, что как только вы на сайте что-то изменилось, то есть, грубо говоря, изменились остатки, изменилась цена, убрался товар, все это тут же будет изменено и в самом мобильном приложении. Это очень важно. Экономически разработка такого приложения сильно выгоднее, потому что не нужны разработчики под платформы. С разработкой такого мобильного приложения справится обычный веб-разработчик, то есть, собственно, тот партнер, который делает вам интернет-магазин или ваш сайт, или ваш сервис. Обновление не требует перевыпуска, то есть все, что вы поменяете внутри, поменяется сразу. Перевыпуск приложения потребуется только в крайних случаях, когда обновляется сама платформа или какие-то серьезные нюансы внутри приложения. Пользователи будут устанавливать ваше приложение привычным для себя способом. Будут находить его в App Store или в Google Play, вы сможете у себя на сайте сделать специальные ссылочки на App Store или Google Play для скачивания приложения, рекламировать его всячески и так далее. Вы можете даже приложение платно размещать в App Store или Google Play. То есть, грубо говоря, оно может быть платным, и вы будете зарабатывать на своем приложении. Например, Амурсвадьба могли бы сделать свое приложение платным, потому что они, в общем, дают контент полезный. И запросто пользователи могли бы заплатить им 90 рублей, 99 рублей сейчас минимальная цена, за вот такое полезное довольно-таки приложение. Никаких аппи придумывать не надо. Это бэкэнд, то есть так называемая программа на части выполняется на битрикс управления сайтом. Единственное, что появляется некий ряд дополнительных требований к верстке. То есть, действительно, верстку под мобильное приложение нужно делать особенным образом. То есть, шаблончики дорабатывать для того, чтобы они хорошо, правильно отображались в мобильном устройстве. Ну и вы разрабатываете его один раз для двух мобильных платформ, для iOS и Android. Если вы решили выпустить такое приложение, вот, собственно говоря, краткий чек-лист, что нужно сделать. Первое – это, собственно, разработать всю мобильную часть, которая делается на сайте. То есть, вы в папочке eShopUp, или создаете новую папочку, в которой создаете приложение, формируете его структуру, меню, туда кладете файлики, страничек, где формируются компоненты, шаблоны и так далее. Все вот это дело происходит. При этом вы используете API самого Bittrex, используете весь функционал платформы сайта, который вам доступен, и вы можете это смело делать. После чего вам необходимо приобрести лицензию на Bittrex мобильное приложение. Лицензия стоит 47 900 рублей. И эта лицензия позволит вам выпустить одно мобильное приложение для двух платформ. И в течение года перевыпускать столько, сколько необходимо. Потом, соответственно, лицензию можно продлевать, если потребуются перевыпуски приложения в будущем. Продление стоит 22% от ее стоимости. Но это не обязательно. То есть, если вы не собираетесь перевыпускать приложение, соответственно, можете лицензию не продлевать. Вы получите лицензионный ключ, доступ в специальный кабинет, в котором вам нужно будет активировать ключ и, собственно говоря, указать нам данные для генерации вашего приложения. Приложение будет генерироваться на нашей стороне, поэтому от вас нам понадобится адрес сайта, название, описание, которое будет размещено в сторах, иконка, главный экран, всякие кнопочки, ресурсы, то есть все те, которые использовались при разработке в мобильном приложении. Подробные инструкции все эти есть в курсе и в документации. После этого вам потребуются ваши собственные аккаунты на соответствующих сторах, то есть Google Play или iOS Dev Center – это то, где будут размещаться ваши приложения. Вы создаете там аккаунты, они платные, то есть, грубо говоря, для того, чтобы размещать в сторе приложения, действительно, надо будет заплатить, но заплатить не нам, а, соответственно, в Google или в Apple. Если не ошибаюсь, Google стоит 25 долларов в год, Apple – 200 долларов в год, ну, что-то такой порядок цен за то, что вы сможете там размещать свои приложения. Ну, и вы передаете нам логины и пароли от этих аккаунтов, и мы от вашего имени публикуем в этих сторах ваше приложение. После чего вы можете там сменить пароли, все закрыть, у нас отобрать и так далее. Нам не нужны эти данные, они нужны нам только в один момент для публикации. После прохождения модерации в соответствующих сторах вы получаете ваше приложение, опубликованное в этих магазинах мобильных приложений, и сможете рекламировать, продвигать его для ваших клиентов. Собственно говоря, вот есть ссылка на то место, где происходит заявка на создание мобильного приложения. То есть, еще раз, покупаете лицензию, заполняете, предоставляете архив со всеми там файликами и так далее, и, собственно говоря, аккаунты из магазинов. После чего мы делаем для вас это приложение и публикуем его в ваших сторах. Так, ну что же, я, наверное, на этом закончу и перейду к вашим вопросам. Вы сейчас можете меня немножко помучить, я немножко затяну, к сожалению, на 10 минут, но, надеюсь, коллеги следующие меня немножко простят, я чуть-чуть поотвечаю. Итак, у агрегатов в платеже есть адаптация к мобильному приложению, например, у Робокаса. Вы знаете, я не готов за всех говорить, у многих есть, у многих есть. Про Робокасу, к сожалению, ничего не знаю, вот у Яндекс Денег точно есть. Так, лицензия на мобильное приложение включена в редакции Bittrex и Малый бизнес и бизнес? Нет, не включена, ее действительно нужно покупать отдельно и дополнительно, это отдельная лицензия. Более того, она вам понадобится только для публикации. То есть вы можете сейчас с помощью бесплатного совершенно приложения, которое я вам показывал, Bittrex Mobile, и на редакции Малый бизнес или бизнес, разработать полностью мобильное приложение, убедиться, что оно у вас получается хорошо, что у вас получается все окей, и вас устраивает и функционал, и, собственно, возможности платформы, и польза, которую вы сделали для своего бизнеса и для своих покупателей. И только после этого вы можете приобрести нашу лицензию и опубликовать, соответственно, в магазинах приложений App Store и Google Play. До момента, когда вам нужна публикация, все совершенно бесплатно, если у вас есть Малый бизнес или бизнес. Ну, вот как-то так. Каждое приложение стоит 47 тысяч рублей. Окей, да, вы знаете, каждое приложение стоит 47 тысяч рублей, но, грубо говоря, в 47 тысяч рублей входит публикация одного приложения для двух сразу платформ. То есть, грубо говоря, два приложения по цене 47. То есть, если вы захотите для своего сайта выпустить второе, третье, четвертое приложение, да, лицензии придется покупать дополнительные, если это будут разные приложения, естественно. Так, какими правами на мобильное приложение обладает заказчик, для которого я создаю приложение? Это зависит от того, Алексей, как вы передаете эти права. Это вопрос юридический и зависит от того, какие договоры вы, какой договор у вас заключен на передачу результатов вашей интеллектуальной деятельности, если я правильно сформулировал с юридической точки зрения этот параметр. Так, ну что ж, я вижу, что вопросов пока больше нет. Если они еще остались, вы смело пишите. Я никуда с вебинара не ухожу, буду отвечать вам уже не устно, но письменно в интерфейсе программы. А сейчас я передаю слово Антонам, их у нас два, и их часть доклада. Антон, включайте, пожалуйста, ваши микрофоны, и я сейчас передам изображение на ваш компьютер. Слышите меня? Видно, да, мой экран? Да, экран видно. Ну что ж, вам слово, я свой микрофончик пока отключаю, но если что, я рядом. Итак, добрый день, уважаемые коллеги. Собственно, меня зовут Антон Костин, я со своим коллегой Антоном Цеменко. Мы сегодня, на самом деле, может быть, где-то повторим слова Сергея, может быть, где-то дополним, поэтому прошу строго не судить. Я думаю, это скорее будет дополнение, потому что где-то мы идем в детали, где-то осветим, может быть, другие аспекты мобильной разработки. И, соответственно, я вам скорее расскажу, зачем нужно мобильное приложение вообще делать. Мой коллега Антон Цеменко расскажет более детально, как можно сделать мобильное приложение. Итак, собственно, оглавление. Сразу перейдем к первому пункту. Я думаю, здесь все пункты довольно-таки очевидны. То есть, если вы хотите повысить свое благосостояние, это обычно делается за счет притока новых денег от новых или уже текущих клиентов. Как же привлечь новых или удержать текущих клиентов? Вот Сергей уже привел хорошую статистику, данные о том, что количество пользователей смартфонов неуклонно растет. И только за счет сайта, если он у вас есть, уже практически очень сложно захватывать новые ниши, новые рынки, новые направления потоков клиентов. И я так думаю, если все присутствующие сегодня записались на этот вебинар, то они не раз об этом задумывались. И получается, какая ситуация? Если раньше было достаточно простой HTML-страницы, то, как показывает опять же статистика, как показывают данные, на данный момент недостаточно уже, так сказать, простых действий. То есть бизнесу нужно развиваться, нужно адаптироваться. И, соответственно, если вы хотите, так сказать, быть уверенным в будущем своего бизнеса, то лучше уже сегодня как-то подготовиться к этому. Что можно конкретно для этого сделать? Самый первый неплохой шаг – это создание сайта с так называемым адаптивным дизайном. То есть если пользователь заходит, я думаю, если кто-то слышал уже об этом термине, если пользователь заходит на ваш сайт с мобильного телефона в браузере, то есть не через мобильное приложение, то сайт адаптируется под его устройство. Это означает, что меню, например, как-то по-другому выглядит, соответствующим образом подается содержание, контент, и, например, самое банальное – это увеличение шрифта. То есть так как экран, естественно, меньше, чем на обычном десктопном устройстве, шрифт должен быть больше, ну и навигация должна быть более удобной. Вот. Значит, в чем плюс, в чем минус? Обычно пользователи заходят на ваш сайт через браузер своего мобильного устройства для того, чтобы вас первоочередно найти. То есть если я вот ищу какую-то информацию, я захожу в свой браузер, я вбиваю в Google какой-то поисковый запрос, ну, нахожу, например, врача рядом, стоматолога, например. Вот. Если я хочу, например, дальше пользоваться, как сказать, услугами вот этого врача, то, скорее всего, ну, вот лично я, например, да, я не буду его опять искать, если у него есть мобильное приложение. То есть я могу, например, если на сайте есть опция скачать мобильное приложение, вот, я его скачиваю, соответственно, оно у меня всегда на виду. В этом самый главный плюс. То есть все, к чему я этого рассказываю, это вот данный пункт. То есть мобильное приложение у пользователя всегда на виду. В браузере вы можете закрыть закладки, вы можете его редко использовать, но в мобильное приложение вы его как-никак, но когда-нибудь пролистнете, потом вспомните, ага, так, я скачал приложение этого врача, дай-ка я запишусь к нему, там, проверю свои зубы. Так. Значит, тоже задался вопрос, поэтому, думаю, будет интересно рассказать как раз вот этот слайд. Более детально. Кому же выгодно иметь мобильное приложение? Ну, естественно, да, в первую очередь это те сферы бизнеса, которым мобильное приложение, которые от него получают непосредственную выгоду. То есть прямые-прямые продажи. Это, естественно, магазины разного рода, например, доставка еды, то есть где любой пользователь, который заходит в ваше мобильное приложение и может что-то в нем сделать, где этот пользователь генерирует вам деньги. Тем не менее, даже для простого блога, то есть если вы, по сути, как бы вообще никакого функционала такого интерактивного не предлагаете, даже для простого блога может быть выгодно расширить свою аудиторию пользователей за счет мобильного приложения. То есть расширение аудитории, оно по различным каналам влияет, естественно, на ваши продажи, то есть это узнаваемость бренда, это может быть реклама, то есть здесь на самом деле ограничено только, так сказать, вашей фантазией по монетизации. То есть как вы монетизируете свой бизнес, вот такими образами можно будет расширенный клиента поток направлять, скажем так, в эту монетизацию. Ну и дальше, конечно, примеры. Курьерская служба. Если вы, например, можно, так сказать, требовать от курьеров фотографировать посылки или то, что они доставили, это могут быть рестораны и кафе, где можно бронировать столики, где можно, может быть, заказывать также еду для выноса с собой, оффлайн-магазины. Почему в кавычках? Потому что это подразумевает здесь то, что в мобильном приложении нельзя оформить заказ, но можно просмотреть каталог продукции. То есть опять же мы повышаем, мы расширяем аудиторию, если я захожу на какое-то, точнее в какое-то мобильное приложение, где я могу просмотреть, например, меня интересуют шины, я увидел подходящий мне комплект, нельзя, конечно, купить, но если меня устроят предложения, то я, естественно, заеду за этими машинами и куплю. То есть опять же у вас потенциальный поток клиентов растет. Да, также медклиники, запись к врачам, вообще любого рода записи, спортивные секции и так далее. Также, я думаю, интересно будет приложение, вот тоже показывалось, кажется, Сергей показывал в мобильном приложении для магазина пиццы, что можно сканировать штрих-код. То есть, естественно, также интересно будет, например, складским помещением, то есть где вы сканируете штрих-код с помощью, может быть, простого смартфона и отправляете это в одну единую базу. То есть вам не нужно писать какой-то отдельный софт, отдельные программы десктопные для того, чтобы получить данные со склада. Вы запускаете один сайт, вы раздаете своему складскому или главному складскому работнику простейший смартфон, и вы все данные о приходе товара получаете моментально себе на сайт, себе в базу. И можете проводить аналитику, смотреть, что происходит с товаром и так далее. Так, здесь тоже довольно-таки очевидный слайд, о котором уже непосредственно Сергей рассказал, в чем преимущество. Особо долго задерживаться не буду. Естественно, это скорость разработки по тем же самым причинам, потому что требуется только один разработчик, обычно вам не нужно распыляться. За счет этого же опять снижается цена разработки и относительная простота разработки, она, я думаю, также влияет на оба этих параметра. Что еще стоит отметить? По третьему пункту, относительная простота, это то, что вы, я бы сказал, может быть в ближайшем будущем, это зависит от коллег в 1С Битриксе, сможете создавать полноценные приложения абсолютно без знаний программирования. То есть, что такое простое приложение? Например, информативное, информационное приложение для блога. То есть, если у вас есть блог на Битриксе, и вы хотите создать мобильное приложение, то, в принципе, уже сейчас с помощью такого, так сказать, метода URL-реврайт, это переписывание ссылок, вы можете уже при наличии адаптивной верстки, то, что я рассказывал чуть ранее, вы можете сами буквально за несколько кликов создать мобильное приложение. В чем на данный момент небольшая загвоздка существует, это то, что все ссылки вот внутри мобильного приложения, они будут открываться как в браузере внутри мобильного приложения. То есть, я думаю, вы все не раз видели, вы можете листать как и внутри мобильного приложения, то есть так вот влево-вправо, и будет видно, что вы находитесь еще в рамках мобильного приложения. Но если вы пройдете по экстренной ссылке, то у вас откроется внутри мобильного приложения свой такой мини-браузер. Вот проблема на данный момент – это то, что все ссылки, они будут именно так открываться. Может быть, это коллеги из один из Битрикса возьмут на заметку и смогут в будущем что-то сделать в данном направлении, потому что тогда действительно вот такие простые мобильные приложения сможет сделать абсолютно любый человек. Так, значит, еще раз, да, слайды немножко повторяются, но я думаю, не будет лишним некоторые моменты повторить. В чем же еще раз различие? То есть, если вы хотите разработать нативное приложение, то вы завязаны как минимум на двух платформах. То есть, это iOS и это Android. Если вы хотите еще третью платформу использовать, то вам, соответственно, нужно будет три разных разработчика, потому что используется, соответственно, Java, Objective-C, который недавно Apple, так сказать, развил дальше, у них они используют, по-моему, Swift называется, и Visual C++, соответственно, для Windows платформ. Почему это дорого? Потому что, скажем так, это узкий профиль, то есть разработчик на Java, он всю жизнь, скорее всего, будет писать код на Java, он знает свою стоимость, он знает, что таких разработчиков не очень много, и получается вот такую вот ситуацию вы должны умножить на два или даже на три. Что еще необходимо узнать, точнее, что еще нужно знать для того, чтобы нативное приложение заработало, это также настроить свой бэкэнд, да, то есть как настроить отдачу информации с сайта на мобильное приложение. То есть вам необходимо будет написать какое-то пользовательское API, то есть интерфейс, который будет передавать данные с вашего сайта на мобильное приложение, что тоже довольно-таки недешевое занятие. Так, соответственно, что мы имеем, если мы делаем мобильное приложение через битрикс управления сайтом, сокращенно БУС, опять же, да, повторяюсь, вам нужен только один разработчик, который, так сказать, из сферы open source, таких разработчиков на рынке больше, фирм больше, которые предлагают соответствующие услуги. И за счет этого, естественно, падает ценник на разработку мобильного приложения. Также битрикс, БУС за вас и, соответственно, за нас, за разработчиков, решает проблему передачи контента, и, по сути, вам не нужно решать никакие вопросы, связанные с API и прочими непонятными вещами. Значит, какие шаги нужно предпринять? Вот был такой слайд у Сергея, но с точки зрения, больше, так сказать, подхода неорганизационного. То есть вам нужно, на самом деле, три простых вещи. Это иметь или создать сайт на битриксе, то есть используя платформу битрикс управления сайтом. Также мы настоятельно рекомендуем всем, кто об этом задумывается, сразу сделать сайт в адаптивной верстке. Почему? Потому что, ну, собственно, причины я уже ранее назвал. Еще раз повторюсь, во-первых, даже до разработки мобильного приложения ваш сайт будет, так сказать, приятным для пользователя, который зайдет на него просто со смартфона, с браузера. И дальше вы будете, ну, так сказать, да, просто экономить на дополнительные разработки именно дизайна, именно верстки для мобильного приложения. То есть мы берем адаптивную верстку, которая выглядит в браузере как... Обычно адаптивная верстка, да, она и выглядит как мобильное приложение. То есть поэтому ее можно практически один в один перенести. Дальше вы определяете с требованиями к мобильному приложению. Обычно это не что-то сверхъестественное, то есть не нужно бояться каких-то стостраничных технических заданий. Как показывает практика, мы просто проходимся с клиентами по адаптивной верстке, и они нам говорят, какие блоки можно убрать, какие нужно оставить. То есть типичнейший пример, у большинства сайтов есть так называемые SEO-тексты. То есть на главной странице у вас расположен какой-то текст, который никто никогда не читает, но его нужно сделать, чтобы поисковики, как сказать, дополнительно получали какую-то информацию с вашего сайта интересную. Обычно такие вот моменты убираются. То есть, естественно, мобильное приложение, оно должно быть более лаконичным, более простым, и, соответственно, не отвлекать клиента, пользователя от непосредственной цели, то есть совершить покупку или получить информацию. Ну и, соответственно, третий пункт, да, это выбрать компанию-подрядчика, то есть на данный момент, может быть, блок, да, если вам, в принципе, может еще теоретически получиться, создать самим, то уже что-то более серьезное, более сложное. Для этого нужен, естественно, разработчик, который сможет внедрить все те функции, которые нужны, например, для интернет-магазина, для, может быть, каких-то загрузок фотографий, то есть все, что вы хотите, чтобы он это внедрил именно в ваше мобильное приложение. Так. Ну, собственно, да, с моей стороны все. Давайте посмотрим на вопросы к Сергею. Так, ну, я думаю, Сергей ответит уже в переписке. Вот, на этом моменте я тогда передаю слово своему коллеге, Антону Цевменко, и он расскажет уже чуть более детально о технической стороне, как реализовать мобильное приложение. Так. Антон, ты можешь себя микрофонно включить? Да, не слышно. Да, тебя слышно? Да, 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 тебя слышно. По поводу экрана, как там дела? Одну секунду. Так. Сергей, вы тут? Да, 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 я тут. Все нормально у вас? Да, 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 мы разобрались. Я передавил экран Антона. Ага. Так, видно экран, да? Да. Отлично. Так, добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Антон Цевменко. Я являюсь разработчиком в Yadadia Creations компании. И сегодня я расскажу вам про процесс разработки мобильного приложения на базе 1S Bittrex. Затрону некоторые недокументированные аспекты при разработке и предложу, собственно, некоторый функционал, который сможет стать частью вашего уникального торгового предложения и, собственно, за счет этого поднять конверсию. Значит, как говорил Сергей, Bittrex, компания Bittrex предоставляет возможность входа в мобильный рынок. Мы со своей стороны, как партнеры Bittrex, предлагаем вам, собственно, решение и разработку ваших мобильных приложений. Значит, первое, на что хотел бы обратить внимание, это требования для разработки мобильного приложения. Первичным требованием технической стороны это является редакция продукта. То есть вам нужна редакция малый бизнес или выше с предустановленным модулем мобильной платформы. На этом моменте я бы хотел сразу отметить необходимость наличия свежей версии модуля, так как если модуль старой комплектации, то могут возникнуть различные проблемы с кроссплатформенной обработкой кода. Об этом в заключительной части я расскажу более подробно. Вот здесь на слайде вы можете увидеть, собственно, как эта мобильная платформа называется. Это в разделе настроек вашего продукта, в разделе модули. Собственно, итак, у вас есть система управления сайтом с установленным модулем мобильной платформы. Следующее, что вам необходимо сделать, это отправиться в конструктор мобильного приложения в разделе сервисов и создать приложение, указав директорию в корне сайта, в которой будут храниться все файлы вашего приложения. Это, как показывал ранее Сергей, делается ручками, это несложно, просто мануальные движения. Тут стоит отметить, что в конструкторе вы можете настраивать внешний вид, просто выбирая объекты интерфейса, различные объекты, как списки, так и иконки, заголовки, кнопки и присваивать им цвет, картинки и прочие стили. Весь функционал конструктор описан в документации, однако я замечу, что некоторые элементы нативного интерфейса с точки зрения разработчика можно менять также с помощью JS-библиотеки прямо во время работы приложения. К примеру, лично мне удобнее настраивать дополнительные кнопки в нативном меню с помощью JS-кода, а не конструктором, хотя это больше зависит от ваших предпочтений. предпочтений. Еще хочу сказать, что практически весь битриксовский JS-функционал доступен в файле mobile.lib.js, вот вы можете увидеть путь к нему, однако здесь представлен только функционал, который предоставляет битрикс. На самом деле мобильная платформа базируется на таких технологиях, как Cordova и Funget. Это что значит? Это значит, что в принципе при разработке вы можете использовать весь функционал, который доступен для этих платформ, не для битрикса, а для этих платформ. Это, конечно, более затратно по времени и ресурсам, чем разработка через битрикс, но это открывает большие возможности, так как сейчас очень много и зарубежных модулей есть для разработки. В общем, функционал довольно широк. Чуть позже я расскажу, какие именно возможности вам могут быть представлены. Итак, у нас есть мобильное приложение с подобными стилями. Теперь при условии адаптивной, как ее еще называют, респонсив верстки, достаточно просто скопировать все файлы в папку с вашим приложением, подключить одной строкой модуль мобильного приложения и исправить некоторые пути, как говорил Антон, с учетом папки, в которой находится приложение. Все, теперь, собственно, вы можете скачать приложение Bittrex Mobile на свой мобильный телефон, протестировать работу вашего мобильного приложения, указав в параметрах точки подключения к вашему приложению на сайте. И после проверки работоспособности отправить запрос в техподдержку Bittrex на сборку. Все остальное уже зависит от скорости реагирования Bittrex, обычно это не задерживается на долгий промежуток времени. Собственно, какие возможности предоставляются владельцам мобильных приложений и какие есть кейсы на данный момент? Значит, первое, что вы можете делать, это создавать фотографии, отправлять их на сервер, на сервер именно вашего сайта. Для чего это может вообще понадобиться, допустим, для рядового e-commerce сайта? Это отправка фотографии необходимого продукта, допустим, который ищет пользователь. Если у вас, допустим, магазин радиоэлектроники, пользователь ищет определенные детали, он отправляет их в поддержку фотографии и ему уже приходит ответить, есть такая деталь, нет такой детали. Еще есть один реальный пример использования, это магазин напольных покрытий, квадратный метр. У них такое есть уникальное торговое предложение, они просят пользователя отправить фотографию помещения и фотографию плана помещения с указанием предпочитаемого цвета напольного покрытия, ламината. Получается, пользователь отправляет им фотографии, менеджеры обрабатывают эту заявку, предоставляют, кстати, сразу несколько цветовых вариантов напольных покрытий, чем, собственно, первое, дают бесплатность и показывают заинтересованность клиенте, второе, выводят клиента на диалог и третье, предлагают приехать с образцами непосредственно к нему в помещение и показать цвет вживую. Ну а по факту приезда этой компании на место ремонта, так скажем, они обрабатывают клиента и он уже находится в состоянии неловкости, если он, допустим, откажется от покупки. Цепочка довольно длинная, однако это помогает снизить цену лида в разы. Второе, что может делать мобильное приложение, это чтение QR и бар-кодов. Здесь может в различных областях быть полезна эта штука, допустим, это любой прием товара, любая проверка заказа от клиента, чтение скидочных купонов. Допустим, вот в кинотеатрах сети IMAX уже давно девочки на входе в зал сканируют билеты айфонами, которые люди, опять же, на своих телефонах приносят и не задерживаются в очереди. Это, собственно, клиента-ориентированность. Следующее, это GPS-определение координат пользователя. Именно пользователи, а не провайдеры интернета. Сейчас множество серверов геопозиционирования базируются на IP-адресах. Точность такого определения может быть на грани страны. Допустим, я, находясь в Варшаве, часто замечал, что мой город определяют как быт-гощ, это другая часть страны. Еще, собственно, один плюс GPS-определения через приложение, это отсутствие всплывающего окна. Вы, наверное, замечали, что когда вы переходите на какой-нибудь сайт, появляется такое окошко, позволить определять сайту ваше геопозиционирование. Люди, собственно, относятся с недоверием к такому запросу. И вот по статистике, которую я нашел в интернете, это около 10-20% только подтверждают определение этих координат. Ну, это в зависимости от степени доверия к сайту. И это на основании рынка России. Статистика удручающая еще из-за одной причины, это окно разрешения определения координат малозаметно. Может кто-то пользовался сайтом Privat24, вот там его практически вообще не видно. При использовании мобильного приложения по умолчанию при установке приложения запрашивают все возможные разрешения, которые могут быть. Если человек принял решение устанавливать приложение, то процент отказа на этапе подтверждения прав доступа намного меньше, чем при отказе, при подтверждении на окне геопозиционирования. На основе геопозиционирования самое элементарное, что вы можете предоставить пользователю, это выбор близлежащей физической точки, где он может стать вашим подтвержденным оплаченным лидом. Это рестораны, кафешки ваши могут быть. Более изощренные методы это определение маршрута передвижения пользователя и предоставление ему информации в необходимые моменты, когда он наиболее готов к изучению вашего предложения. Но, однако, есть небольшое ограничение. Техническая часть позволяет получать информацию от мобильного приложения только в момент активности этого приложения. То есть, если пользователь выключил приложение, свернул его, либо вообще его удалил из процессов, то данные к вам поступать не будут. Есть методики в Cardovo, но сейчас мы над этим работаем для того, чтобы в фоне запускать какие-то процессы отслеживать полностью поведение пользователя относительно вашего приложения. Следующее, что вы можете сделать в вашем приложении, это файловую структуру. Вы можете обмениваться файлами. Это может быть отправка счетов между подчиненными, фотографии должников коллекторного отдела в банках, допустим. Допустим, обновленные оптовые прайсы. Или же, допустим, если у вас есть какой-либо сервисный центр, то это отправка неполадок между клиентами и вашим сервисным центром. То есть, фотографии, допустим, или видео, что угодно, собственно. Это все, это провоцирование диалога с вашим потенциальным лидом и доведение его до сделки. И, собственно, дополнительная полезность, дополнительная возможность. Еще один аспект – это возможность видеосвязи. Можно сделать что-то наподобие скайпа с видеотрансляцией. Тут тоже простор довольно велик. Все зависит от вашей фантазии. Это может быть как IP-камера, так и онлайн-консультант прямо на вашем сайте, либо же приложении с видеообщением. То есть, это может быть демонстрация товара, может быть, если у вас бизнес посвящен, скажем так, у вас стилисты находят одежду, либо внешний вид кого-либо, консультируют. В общем, это может быть вам довольно полезно. Также это может быть консультирование по здоровью, либо же удаленные уроки с контролем результата. Сейчас довольно популярный это инфобизнес. Это обучение чему-то, какому-либо ремеслу, либо каким-либо знанием, подача вам каких-либо знаний. То есть, вы можете контролировать, что человек сделал, непосредственно с ним общаясь. И последнее, на что я хотел бы сделать акцент – это пуш-уведомления. Это, собственно, наиболее популярный на данный момент способ общения с клиентом. Вы можете в свое приложение вставить такую возможность, когда у вас происходит что-либо новое на сайте, либо появляется новый продукт, либо появляется какая-то акция, изменяется цена на какой-либо продукт. Отправляется сообщение с какими-либо данными, как текстовыми, так и внутри этого сообщения может быть какой-нибудь информация технического характера. То есть, в принципе, вы можете отслеживать любое нажатие на пуш-сообщение и каким-либо образом обрабатывать его. То есть, на фоне этих пуш-сообщений вы можете сделать даже свою собственную базу статистики, когда пользователи, допустим, кликают на эти сообщения, когда они не кликают, каков процент скликивания этих сообщений, какими товарами после скликивания пользователи интересуются. В общем, это все дает базу создания вашей базы аналитики, на основании чего вы можете повышать конверсию вашего сайта. По недокументированным аспектам хотел бы сказать, что на пуш-уведомления можно подписать только зарегистрированных пользователей на вашем сайте. То есть, если у вас в настройках сайта есть в блоке настройки пользователей, список этих пользователей, вот если там этот человек есть, то вы можете подписать. У нас была техническая задача подписывать всех пользователей, которые вообще посещают мобильное приложение. Мы решили эту проблему таким образом. Мы, собственно, в шаблоне самого сайта регистрировали пользователи, если он был не залогирован, и добавляли его в определенную группу, созданную с мобильного приложения. И уже на базе этой группы мы со временем, если человек не активен, удаляли этого пользователя, просто очищая память. Также у Bittrex при установке мобильной платформы есть возможность установки тестового мобильного приложения. Это интернет-магазин, но вместе с этим мобильным приложением устанавливаются компоненты пространства имен eShop.com. Эти компоненты очень сильно заточены под мобильные приложения. У нас была ситуация, когда не оформлялся заказ на телефонах под iOS. В общем, мы использовали вот этот компонент, чтобы решить эту проблему. Есть сейчас ограничения на мобильное приложение Bittrex, это то, что работа может быть только в онлайн-режиме. Но, опять же, с помощью кордового и фонгета есть возможности обхода в виде базы данных на SQLite и кэша браузера. Однако стоит подумать, если у вас, допустим, интернет-магазин с большим количеством товаров и большим количеством информаций, то это, собственно, идет разрастание размера приложения, из-за чего это будет заметно пользователю. И пользователь в скорейшем времени просто возьмет и удалит ваше приложение. Поэтому для интернет-магазинов это не самое лучшее решение делать полностью оффлайн-приложение. Как я уже говорил, мобильное приложение Bittrex предоставляет ограниченный функционал. Его можно расширить за счет кордового. И вот сейчас мы думаем над тем, как сделать фоновые процессы для того, чтобы постоянно получать информацию от владельцев приложения. Также версия мобильной платформы имеет значение. Сейчас самая большая проблема является несовместимость с iOS. Очень часто во время разработки возникают какие-то неполадки, то не доходит пуш-сообщения до iOS-клиентов, то какие-либо страницы не открываются, либо перезагружаются. В общем, появляются какие-то непонятные вещи. Это все происходит из-за того, что у вас не последняя версия мобильной платформы. Ну вот, собственно, на этом я и хотел бы закончить. Спасибо за внимание. Отлично, спасибо. Так, конечно, есть. Антон, который Костин, у вас есть еще что добавить им закончить или что-то у вас не вижу? Так, я, наверное, хотел бы, если еще есть буквально минутка, показать один пример мобильного приложения, чтобы просто участники и коллеги увидели, как, так сказать, мобильная адаптивная верстка может выглядеть непосредственно в мобильном приложении. Так, кажется, сам себя могу сделать за докладчиком. Значит, смотрите. Просто покажу рядом мобильное приложение и адаптивную верстку. Так, то есть, как мы видим, верстка практически, вид сайта практически идентичен, то есть у вас все те же возможности, которые есть на, скажем так, вот если бы я открыл сайт просто в браузере смартфона и у меня был бы такой узкий, скажем так, экран, то есть практически в таком же формате выглядит и мобильное приложение, то есть незначительными изменениями и, как я уже говорил, да, вот, например, вот этот вот текст, в мобильном приложении его нет. И вот такие вот моменты, которые, это единственные, на которые вам стоит обратить, я думаю, внимание при создании неких требований, некого технического задания, если вы собираетесь создавать свое собственное мобильное приложение. То есть, как видите, в мобильной адаптивной верстке ее хватит для, скажем так, покрытия 95% требований именно приложения, мобильного приложения. Еще один момент, который я хотел бы добавить, это, мне кажется, стоит упомянуть, в мобильном приложении загрузка логотипа является, скажем так, нетривиальной задачей. То есть, на данный момент, если кто-то будет об этом задумываться, то можно поставить либо слово, либо картинку с логотипом. И если я не ошибаюсь, то это можно сделать только через соответствующую функцию. То есть, вот в том конструкторе вы не сможете, собственно, загрузить просто картинку, она будет у вас по центру в вашем мобильном приложении. Но я думаю, в будущих релизах это добавится или поменяется. Просто, как бы, некоторые, практически даже все клиенты нас об этом спрашивали, соответственно, что делать с логотипом. И на данный момент вариант только через картинку с текстом. Ну, в принципе, все на данный момент. Окей, спасибо, Антон. Так, контактики своей покажите, пожалуйста, для тех коллег, которые нас слушают, и, возможно, у них есть дополнительные вопросы. И я вижу вопрос от Алексея по поводу примерной стоимости разработки мобильного приложения для службы доставки от десяти ресторанов. Я точно не скажу. Поэтому вопрос к рекламе. Так, ну, а сейчас десять ресторанов, да? Примерная стоимость. У нас есть какое-то похожее приложение. Кажется, что это реализованный, кажется, агрегатор доставки ресторанов. Но это, видимо, что-то типа... Сейчас у нас какая-то прям хорошее приложение. Не на нашей платформе, недавно видел. Ну, ладно, не суть. Смотрите, я что... Я думаю, что этот вопрос не на пять минут. То есть надо пообсуждать его функциональность, откуда будут браться данные, как они будут храниться, и какая будет интеграция между, собственно говоря, этими ресторанами и так далее. То есть это такая довольно-таки нетривиальная задача, поэтому ее нужно обсуждать буквально детально. Но если можешь сейчас что-то сказать, говорите. Да, абсолютно верно. Ну, то есть нет тривиального в плане того, что как должны взаимодействовать все 10 ресторанов между собой, между мобильным приложением или, может быть, мобильными приложениями. Вот, поэтому я вот могу сказать, что стандартный интернет-магазин, стандартный интернет-магазин, это где-то 250-300 тысяч. Вот, а все остальное это уже стоит непосредственно в личном каком-то контакте за больше, чем в 30 секунд обсуждать. Окей, хорошо. Так, адрес, кстати, в вопросиках. Вот, Алексей, запишите себе. Антон, вы видите, да? Вот, вот, Елена спрашивает вопрос, приложение цена, какой-то пример. Назовете какую-нибудь стоимость разработки какого-нибудь приложения, которое уже сделали, если там некоммерческая тайна? Или там оригинал, что-то тема. В принципе, стандартный интернет-магазин это 250-300 тысяч. Ну, вот, собственно. Соответственно, на обе платформы iOS и Android. И это уже, я правильно понимаю, когда уже есть сайт на Битриксе с магазином, то есть это вот к имеющемуся магазину прикрутить приложение. Да, только мобильное приложение. Ну, вот, собственно, вам и ответ. Ну, что, я предлагаю на этом заканчивать. Спасибо большое коллеге, что поучаствовали и рассказали. Было интересно и полезно. Спасибо всем нашим слушателям, кто сегодня с нами был. Надеюсь, что мы сумели поотвечать на ваши вопросы и, в общем, сделать вебинар полезным. На сим я с вами со всеми прощаюсь. Вебинар мы прекращаем. И напомню, что запись будет в течение максимум дня выложена на нашем канале 1SBitrix YouTube и на сайте 1SBitrix, собственно, в разделе «Вебинары». Так, всего доброго. Спасибо за внимание. Радую вас слышать и видеть. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...